Автомобилисты настороженно вглядываются в табло с ценами на заправках. Там теперь чуть ли не каждый день пишут что-нибудь новенькое. Самый дешевый 92-й, тот подорожал на 8 рублей. И это на фоне новостей о снижении биржевых цен на топливо. Кстати, это самое снижение произошло после того, как 21 сентября начали действовать договоренности с производителями топлива, касаемо ограничений на объем экспорта. По сути, производителям заявили, сначала наполните внутренний рынок, а потом продавайте за рубеж. Условия запрета выполнены, результата нет. На этот парадокс обратил внимание Владимир Путин. Меры приняты, а цены растут. Что там происходит в этих других звеньях, потребителя мало интересует. Потребитель же результат нужен. То же самое касается сельхозпроизводителей. Подобная ситуация не так давно была в сельском хозяйстве. Придорожали удобрения из-за того, что производители активно экспортировали их. Отечественным же аграриям доставалось немного и по бешеным ценам. Проблему удалось решить через договоренности и господдержку. Вот и сейчас, предложил Владимир Путин, можно действовать по проторенному пути. Есть и другие варианты. Хоть один, да сработает. Будем рассчитывать на то, что предлагаемые меры, они сработают. И с компаниями надо плотнее работать. Мы уже с вами говорили, чтобы они тоже свою ответственность понимали. Ясно, что экономика компаний и для нас важна. Это курица, которая приносит золотые яйца. Это понятно. Мы должны бережно к ним относиться. Но тем не менее, реагировать на происходящее событие, я бы просил вас, более оперативно. Получается, что чиновники, приводя в порядок оптовые цены на топливо, не уследили за розничным рынком. Сами производители решили извлечь выгоду, пока никто не видит. Но увидели. Вряд ли бензин и дизель сильно подешевеют, но может хоть дорожать, перестанут. Людмила Кусерова, Наши новости.